Мы встретились с такой ситуацией, что в первой гостинице нас не заселили. Уже подъезжаем к четыре. Погодка у нас с маленьким таким проливным дождем. Осталось 57 километров. Бензин 95,56. Едем заселяться в гостиницу. Вот мы приехали в Читу. И как бы мы встретились с такой ситуацией, что в первой гостинице нас не заселили. Ввиду того, что не было одного паспорта, кто заселяется. Нас четверо. И у троих, ну это у наших друзей, у меня был паспорт, у Тани нету. Мы пытались договориться на скане паспорта. И как бы администратор на это согласилась. И мы могли даже показать штамп ЗАГСа в паспорте. Но сидел охранник, человек советской закалки и стал говорить, что нужен паспорт. Но так как это не в его компетенциях. Его компетенциях было охранять, смотреть за правопорядком. Но он считал себя, не знаю, супер администратором. И девушка администратор ввиду своего неопытности или как, я не могу сейчас сказать. Просто остался такой осадок от Читы, что не знаю, из-за одного паспорта. У троих есть все вот эти документы. Сейчас мы едем в другую гостиницу. Ссылку на эту гостиницу я оставлю. Называется Даурия. Если кто хочет заселиться. Не знаю, даже номера, они как бы не... Выглядят не соответствуют, не отвечают своей цене. Еще один такой момент мы просмотрели в нескольких гостиницах. В Чите оказывается, в общем, такое отношение к этим гостям неславянской национальности, скажем так. По отзывам, если так судить. Да, у всех требуют документы. И ссылаются на УФМС. Почему тогда именно УФМС? Какое отношение к УФМС вообще? Я сказал охраннику, какое отношение я имею к УФМС, если я гражданин России. И он мне отвечает, послушайте меня, гражданин. Это есть документ. Я у него спросил, попросил этот документ, где это написано. И он сказал, не будет ничего показывать. Ну, такая была словесная такая перепалка. Перепалка, да. Никакого... Диалог на повышенных тонах. Но в итоге, прочиту, есть такой осадок. Кто хочет... Не кто хочет, а кто вынужден будет останавливаться в гостинице, Пожалуйста, берите паспорта. Здесь отношение другое. Во избежание таких ситуаций. Гостиница Таурья. Следующая гостиница будет называться Причал. Я специально начну снимать съемку, видеосъемку, чтобы почувствовать разницу. Либо будет такая же ситуация, либо будет чуть-чуть по-другому. Ну, давайте, скоро, сейчас мы покажем. Как вы все видели, нас заселили. Даже насчет паспортов ничего не спрашивали. Вот, гостиница Брижал. Ну, как-то так. Ну, надо сказать администратору, я заплачу договориться над, ну? Я заплачу, скажи администратору. Да, угу. А вот это яйцо будешь-то? Возьми вот это. Не ели это. Мы это не ели. Вышли из гостиницы. Хочу посмотреть и показать, ну, дворы, дома Читинского района. Инфраструктура. Инфраструктура. Вчера глубокая ночью мы приехали в Читу. Вот сегодня утром уже выезжаем. Едем в магазин автотрейд, это магазин автозапчастей. Будем покупать фильтры. Фильтры воздушные. Ну и там по мелочи. Центр не успели снять. И где-то вот окраина города. Как-то такие дороги у нас. Стоим возле Стеллы. На въезде в Бурятию. У нас мусора. Вот такие просторы. Спереди Бурятия. Дальше. Вот назад у нас Забайкальский крае. Спереди еще несколько сотен километров. Продолжение следует.